Ты знаешь, сколько тебе нужно получить баллов для поступления, но знаешь ли ты, сколько ты можешь совершить ошибок, чтобы достичь этого результата? Всем привет! Меня зовут Марина, я преподаватель турбо по литературе, и в этом небольшом видео мы с вами поговорим о довольно важной вещи, о которой почему-то мало кто задумывается до экзамена. Зато после экзамена какие сюрпризы всех ожидают. Я говорю о шкале перевода баллов. Сегодня мы с вами разберемся, какая шкала перевода баллов на литературе, сколько вы можете допустить ошибок, чтобы достичь 90, 80 и так далее, и что нам с этим вообще делать. Ну а перед тем, как мы начнем, подпишитесь обязательно на этот канал и поставь лайк этому видео. Итак, начнем наше обсуждение с того, что есть у каждого предмета, у каждого экзамена первичные и вторичные баллы. Первичные баллы это предварительные баллы, которые получаются путем суммирования всех баллов за все задания, которые есть у этого экзамена. Ну, допустим, у нас в литературе 12 заданий, каждый имеет какое-то количество баллов, это все суммируется и получается максимальный первичный балл. Да, от того, что каждый предмет по-своему специфичен, то есть у него, там, у русского свое количество заданий, своя разбаловка, у литературы по-своему, у общаги по-своему. Ну, из-за этого как раз-таки получаются разные максимальные первичные баллы. Ну, например, на русском языке это 58 баллов, на общество знаний тоже писать 58 баллов, на английском 86 и так далее. Да, у каждого здесь своя история. У литературы максимальный балл, который ты можешь получить, именно первичный, равен 53. Все это суммируется из, как я уже сказала, 12 заданий. У нас есть 7 тестовых заданий, каждый из них весит по одному баллу. Есть маленькие сочинения, такие как номер 5 и номер 10, они весят 6 баллов. Другие маленькие сочинения, номер 6 и номер 11, вот здесь вот как раз-таки, весят по 8 баллов. Ну и самое большое сочинение, 12, оно весит аж по 17 баллов. Да, соответственно, мы все это суммируем, получаем 53. И здесь давай остановимся подробнее и обсудим то, что больше всего влияет на твой результат. Тестовые задания, это вообще, я не знаю, почему до сих пор в ЕГЭ по литературе их сохранили. В ЕГЭ, кстати, по литературе уже давно это упразднили. Но в ЕГЭ у нас остались еще какие-то там вопросы тестовые. Ну, честно говоря, они мало на что влияют. Я к тому, что, смотри, вот здесь вот в презентации подписала, 13% от твоего результата составляет как раз-таки вся тестовая часть. Ну это очень мало, это даже не проходной. То есть нельзя просто решить тест и получить проходной балл, это самый минимум. Ну, вообще невозможно. Но, конечно, это все очень влияет, когда мы говорим про такие высокие баллы, как 80, 90, 100. Конечно, там вообще-то за каждый балл трясешься, и тестовый тоже будет учитываться в этом. Да, поэтому нам это тоже очень важно. Маленькие сочинения, я имею в виду все маленькие, то есть это и 5, и 10, и 6, и 11. Они все составляют половину экзамена, 53% от всего твоего результата, это маленькие сочинения. Если ты не напишешь какое-нибудь из них, у тебя сразу будет уменьшаться этот результат. Ну и большое сочинение тоже, на самом деле, прилично весит, 34%. Это 18 баллов из 53, это значит, что нам действительно нужно хорошо работать над 12-м сочинением, потому что почти треть, получается, результата зависит от этого задания. Теперь поговорим про вторичные баллы, что это вообще такое. Вот вторичные баллы, это окончательный балл ЕГЭ, это вот то, что я когда спрашиваю учеников, что вы хотите на экзамене получить, да, я могу тебя тоже спросить, и ты мне скажешь, я хочу 85, я хочу 95, ну вот это как раз-таки будет вторичный балл, он рассчитывается по специальной форме и выставляется по стубальной шкале. Именно в таком формате баллы засчитываются при поступлении в университеты. Ну, это логично, да, нам необходимо как-то, что ли, сравнивать результаты между собой, сравнивать результаты разных предметов, да, когда там на одном предмете 86 максимально можешь получить, а на другом 53, что-то непонятное, вот. Поэтому все эти первичные баллы в итоге приводят во вторичные. Да, и поэтому мы сегодня как раз-таки говорим про вот эту шкалу перевода баллов. Ну, в общем, сейчас вы все увидите. Шкала перевода баллов, это, ну, она выглядит примерно таким образом. У нас есть вот список первичных баллов, и нужно перевести каждый балл во вторичную систему. То есть каждый балл из первичной системы сколько будет стоить во вторичной системе. Ну, вот, к примеру, русский язык. На русском языке максимально можно получить из первичных 58 баллов. Логично, что 58 баллов это будет все равно 100 баллам. Ну, а вот 57, а 56, сколько их будет равно? Вот, соответственно, каждый предмет имеет какую-то свою формулу, свою формулу перевода. И на русском языке вот по этой шкале все видно, что если у тебя, допустим, одна ошибка на экзамене, получаешь 57 из 58, у тебя уже, ну, не 99, а у тебя 98. Если две ошибки совершаешь, то 96. То есть невозможно в целом на русском языке получить там 99 или 97, потому что вторичная система, да, шкала перевода баллов просто не предусматривает это. Обращу сейчас кое-какое внимание. Здесь шкала перевода баллов. Нам немножечко литератору, наверное, сложно об этом разговаривать, но я попробую так, чисто по-литераторски, по-гуманитарному объяснить это все. В общем, чем выше балл у тебя, тем больше он будет весить. Как это работает? Вот здесь вот, сейчас вернемся на эту картинку, в диапазоне 40-60 баллов мы можем увидеть, что один первичный равен одному вторичному. Ну, вот, например, получаешь там 40 баллов, у тебя 34. Ой, сори. Получаешь 34 балла, у тебя 59 баллов, ну, во вторичной системе. Делаешь там, как бы, получаешь еще на один балл больше, но, как бы, в вторичной системе это будет такой же один балл. И так далее, да, видишь? 60, 61, 62. Вот здесь вот, как бы, такой идет ровный шаг, шаг в один балл. Но чем выше будет этот балл, тем больше будет весить первичный, тем больше будет вот этот шаг между вторичными баллами. Как мы, например, обсуждали от сотки. Потому что здесь нету, здесь один балл весит не один вторичный, а он весит два вторичных балла. Да, вот здесь вот 100, уже следующая ошибка 98 дает, еще одна ошибка 96, еще одна ошибка 94 и так далее. Стоп, 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 стоп. Один нюансик. Вот ты сейчас смотришь это видео и скажи мне, точно ли ты подписался на этот канал? Я знаю, что многие просто переходят на видосы, смотрят этот видос и уходят, но поверь мне, на этом канале еще очень много полезных видео для тебя, поэтому обязательно подпишись. Все, точно? Тогда возвращаемся. Ну и, соответственно, мы можем вот это вот как раз-таки заметить, что в начале и в конце этой шкалы может доходить даже до такого, что один первичный балл будет равен пяти вторичным. Это значит, что одна ошибка уже будет стоить тебе пять баллов. И, по правде говоря, литература — это тот самый предмет, где самая жестокая шкала перевода баллов. Я не знаю ни один предмет, я изучила, естественно, другие шкалы перевода, и литература здесь отличается своей такой особенностью тем, что действительно у нас довольно жестокая шкала перевода баллов. Это изменение произошло как раз-таки... Ой, я забыла уже в каком... В 2022-2021, ну, в общем, на самом деле не так уж и давно. И помимо того, что произошли изменения в самом экзамене, тогда многие предметы начали менять свой формат, еще начала меняться шкала перевода баллов. Я объясню, для чего это происходит, для чего ее ужесточили. Дело в том, что на литературе действительно высокий процент стобальников, высокобальников, ну хотя, ну да, вот стобальников-высокобальников, больше, чем на других предметах. То есть, в целом, если ты хорошо знаешь литературу, тебе достичь хорошего результата достаточно легко. Если твои знания средние, если они минимальные, то, конечно, ну тут как бы сразу результат очень сильно разнится. И из-за этого очень тяжело дифференцировать как-то учеников, выпускников, абитуриентов при поступлении в ВУЗы. Да, для того, чтобы не было, скажем так, этих инфляций и оценок, ну и, соответственно, ужесточают шкалу перевода баллов. Что мы тут видим? У нас 53 максимальный балл. Значит, что во вторичной системе, да, итоговый балл, это 100, естественно. Но дальше, если вы делаете одну ошибку, вы получаете 96 баллов. Уже на 4 балла меньше. Если вы делаете еще одну ошибку, то есть 2 в сумме, вы уже получаете 91. Вот и те 90+, которые многие хотят получить. Это из 53 возможных ошибок вы сделали всего лишь 2, но у вас уже 91. Многие расстраиваются, когда видят этот результат, они, видимо, думают, что они совершили «Боже, у меня там что, 9 ошибок?» Но нет, ребята, это всего лишь 2 ошибки. Это хороший результат. Просто в шкале перевода баллов по этой шкале вы получаете 91. Но на самом деле вы как бы фигню сделали в плане... Ну, фигню, фигня какой-то, ошиблись. Всего лишь 2 ошибочки. Это действительно круто. Ну, типа, этим можно гордиться, что всего лишь 2 ошибки. Вот здесь вот как раз-таки, да, один первичный может как раз весить 5 вторичных баллов, мы это видим. И дальше этот шаг, он такой вот большой, он сохраняется. Да, это вот в чем как бы это ужесточение произошло. Там около сотки всегда был большой шаг в литературе. Но обычно он сужался, ну, уже где-то к 80 баллам. А здесь он сужается к 60 только. Делаем, допустим, сколько, раз, два, три ошибки, уже 87 баллов. Делаем 4 ошибки, уже 82. Все. Вот это вот тоже, видите, шаг в 5 баллов. Ну, то есть 5 ошибок... Это ошибся. Одна ошибка, это ошибся. То есть 5 ошибок и уже 82. И для многих это действительно не очень подходящий результат. Ну, у нас все хотят 100, у нас все хотят 95+. Я понимаю это желание. Но тут тоже стоит понимать, что, как бы, несколько ошибок на ЕГЭ по литературе, это уже серьезное такое снижение по вашим результатам, снижение баллов. Важный момент. Здесь у каждого предмета реально своя формула. То есть, например, на той же физике 54 максимальный балл в первичной системе. Но физику объективно как бы сдать на очень хороший такой высокий балл, 90+, сложнее. И поэтому мы можем увидеть, что на технических предметах, например, на математике, ты можешь, по-моему, на математике профильная и такая шкала перевода, что ты там можешь совершить одну-две ошибки, и у тебя все еще будет сотка. Ну, то есть, видите, там даже как бы такая шкала, что она как бы позволяет совершить эту погрешность и все равно остаться при максимальном балле. Ну, как бы для каждого предмета здесь действительно своя формула, поэтому ориентироваться на нее не стоит. Здесь вот, например, на физике делаешь одну ошибку, где 99. Да, литература не знает такого балла, как 99. История. Там 38 вообще первичных баллов. Просто многие говорят, что вот, чем меньше количество первичных баллов, тем жестче шкала. Не совсем это так работает. Например, вот на истории ты можешь совершить раз, два, три. Три ошибки, у тебя будет 90 все еще. На литературе это уже будет ниже балл. Хотя, ну, как бы на истории максимально первичные 38. Короче, здесь просто действительно составители экзамена, или кто там занимается этой школой перевода баллов, я уж тут, наверное, судить так четко не могу, они занимаются этим индивидуально, они подстраиваются под каждый предмет, для того, чтобы можно было действительно дифференцировать как-то знания учеников, их результаты, и чтобы это действительно помогало при поступлении, а не наоборот усложняло задачу. То есть не очень хорошо, естественно, если все будут получать сотки и 95+. Вот, то есть нужно, чтобы как-то результаты различались между собой у абитуриентов. Поэтому давайте резюмируем. Если вам надо получить 95+, вы можете совершить только одну ошибку. Серьезно, это, ну, как бы, если вы, не знаете, какой-нибудь идете в топовый вуз, где проходной там 305 из 300, то, ну, как бы здесь действительно 95+, это всего лишь одна ошибка. Вам очень хорошо нужно знать литературу. Если вам надо получить 90+, то вам можно совершить две ошибки. Если нужно получить 80+, то это 4 ошибки из 53. Нужно получить 70+, это 6 ошибок. Если вам нужно, да, я знаю, что многие, кто поступает в театральный, им там 60 вообще будет достаточно, вот, то вам уже будет в этом плане попроще. Вы можете совершить 11 ошибок из 53. В целом, если вы хорошо готовились к экзамену в течение года, то получить 60+, вот именно там 60, сколько там, 3, 4, 5, это вполне реально. То есть вы как бы здесь даже сохраняете погрешность на всякие там фактические, речевые ошибки и другого типа. Я тут честно хочу вам сказать, ребята, я вам это рассказываю не для того, чтобы вас напугать. Мне не хочется этого, чтобы вы в ужасе сейчас расстроились и подумали, что я никуда не смогу поступить, что же мне делать. Пожалуйста, не думайте так. Вы как бы не для вас одного сделали эту шкалу перевода. Это все ребята, которые сдают литературу, находятся в точно такой же ситуации. То есть именно на поступлении никак это не отразится. Да, вы получите 87 по литературе, будете думать, что это фигово, ведь я там на английском получил 95, значит, я литературу хуже знаю, но на самом-то деле это такое же количество ошибок будет, как в английском. То есть, наоборот, не расстраивайтесь, не расстраивайтесь, если вы увидите такие результаты, потому что на литературе получить 82, если где-то там на каких-нибудь других гуманитарных предметах это уже для кого-то печально, кто там в топовый вуз метит, то поверьте, на литературе это нормально, это окей. И вот это как раз-таки мне хочется, наверное, донести этим видео, чтобы вы не разочаровывались как-то резко в себе после получения результатов и не ужасались, почему так мир несправедлив. Так сделали. Мы принимаем эту шкалу перевода баллов, играем по этим правилам, и все играют по этим правилам, то есть никто не оказывается здесь обделенным на поступление, у вас точно такие же шансы, как и были всегда, поэтому не переживайте сильно по этому поводу. Но что, как бы здесь нужно понять, да что с этим делать, вот такая жестокая шкала, я реально хочу там 90-95+, что мне делать? Здесь нужно акцентировать внимание на том, где вы можете минимизировать все свои ошибки. Самое простое, с чем можно разобраться на литературе, это тестовая часть. Серьезно, там, ну как бы, тестовая часть решается за 3 минуты от силы. Я всегда ее решала еще до начала экзамена, пока раздают ким, и ты такой быстро просматриваешь, ага, ответ такой, ответ такой, все, готово. Единственное, где там можно потерять реальный балл, это третье задание, оно остается навсегда коварным, это задание, где просят установить соответствие между героями и цитатами. И если там действительно во втором столбике цитаты, то это, скорее всего, довольно сложное задание, вот, и там многие могут терять баллы. Но во всех остальных заданиях это абсолютно, ну как бы, окей, нормально подготовиться, там не бывает каких-то серьезных вопросов с подвохом. Все, все, что требуют от вас, какие-то знания терминов, они, ну как бы, это несложно выучить, это мы на курсе проходим за один вебинар, за несколько вебинаров максимум. Вот, короче, тестовая часть это то, что нужно просто решать на автомате, поэтому дайте себе время, недельку, например, просто каждый день решайте тестовую часть, и вы увидите, как она у вас идет уже на автомате, все идет правильно. Вот нужно дойти до этого уровня. Дальше, с чем еще можно разобраться довольно быстро и легко? Это ошибки, которые связаны с соответствием ответа задания. Очень просто решается эта проблема. Обычно, ну как бы, соответствие ответа вопросу проверяют первым критерием. Ну, неважно, какое сочинение возьмем, это всегда первый критерий. То есть, если вы как бы совсем не попали, не поняли вопрос и совсем не то написали, вам снижают баллы по первому критерию, и, соответственно, вы дальше, ну как бы, никакие баллы уже не получаете, то есть полностью обнуляется это сочинение. Вот, поэтому такой критерий, он всегда стоит в начале. И на самом деле довольно просто здесь понять эти правила игры, начать по ним играть. Это все структура. Структура сочинения я всегда топлю за то, чтобы мы, ребята, писали по правильной структуре все сочинения, не потому что так задумано именно критериями, или если вы вдруг сделаете не три абзаца, а два, то вам там снизят баллы. Нет, дело не в этом. Как бы вся структура, все планы, которые, например, я даю на курсе, они придуманы мной, потому что они четко соблюдают все вот эти вот критерии, то, что вам надо учесть. Что нужно указать, сколько нужно этого указать, сколько терминов, например, надо использовать, где их использовать, насколько многосторонне должна быть раскрыта эта тема. Да, как бы именно под эти критерии я подстраиваю всю структуру сочинений, и, соответственно, если вы соблюдаете эту структуру и пишете по ней, то вы попадаете в эти критерии, и вы уже расслабляетесь, потому что ваш ответ реально соответствует критериям и самому вопросу. Вот, так что это действительно, да, поймете структуру, начнете по ней писать, вы быстро справитесь. У нас ребята, которые приходят на турбожесть, это интенсивный курс перед самим экзаменом, где мы там за пять дней проходим вообще весь кодификатор. Ну, вы понимаете, да, такой очень просто интенсивный, очень интенсивная работа, и, ну, соответственно, очень мало времени. Но ребята просто усвоив структуру, уже резко увеличивают свой результат. Поэтому действительно структура это... Это база, вот. Ну и следующее, это исключить фактические ошибки. Это как бы и сложно, и просто. Сейчас объясню, что я имею в виду. Это сложно, потому что действительно хорошо знают произведения немногие. Немногие полностью читают книжки. Да, будем честны. Немногие вообще в целом хорошо разбираются даже во всех произведениях. И поэтому фактические ошибки не могут быть. Но если вы знаете, что у вас есть такой грешок, вы не всё прочитали, вы были не очень внимательны, например, или вы просто плохо помните тот же разбор, который вы делали с преподавателем, то надо просто быть обтекаемым. Надо избегать каких-то деталей. Не нужно всё прописывать до мелочей. Достаточно указать... Ну, как бы привлечь текст так, чтобы не указывать мелкие детали, потому что в этих мелких деталях может скрываться очень много фактических ошибок, и всё равно получить максимум за привлечение текста. Поэтому будьте такими обтекаемыми. Не пытайтесь всё прописать до мелочей, а, ну, как бы, исключать фактические ошибки. Если вы прописываете какой-то факт из текста, спросите себя, я уверен, что это было там, что это было вот в таком виде, в каком я это пишу. Если вы не уверены, попробуйте обойти этот момент, в котором вы сомневаетесь. Ну, вот, поэтому, как бы, исключение фактических ошибок — это, да, уже такая немножечко сложная задача, но она реальная, да. Просто позаботьтесь об этом, когда будете писать сочинения, ну, задавайте себе такие внутренние вопросы. Чё сложнее всего искренить? Это речевые ошибки, поэтому, если вы там начали готовиться два месяца назад, ну, я имею в виду за два месяца до экзамена, за месяц до экзамена, за неделю до него, то примите тот факт, что, скорее всего, у вас много баллов будет потеряно именно на речи. Это просто всё индивидуально. Есть ребята, которые хорошо знают русский язык, у них хорошо поставленная речь, они хорошо формулируют свои мысли, и поэтому, ну, там, они придут, подготовятся быстренько по литературе за два месяца, и у них будет просто идеальный результат. Но есть ребята, которые, наоборот, ну, у них не очень хорошо с русским языком, и для того, чтобы отточить вот этот навык письма, им нужно больше времени, это нормально. Но, да, как бы не все могут позволить себе уделить это время. Может быть, поздно понимают, что, ну, как бы поздно начинают готовиться, или, ну, по каким-то другим причинам действительно этим не занимаются. Вот. Если вы получили несколько проверок с исправлениями по речи, то, ну, как бы принимайте, во-первых, эти ошибки, записывайте их, фиксируйте для того, чтобы в следующий раз подобное не совершать, но и, как бы, просто примите, примите как факт, что вы можете совершить эту погрешность на самом экзамене, что, скорее всего, вы не успеете полностью скринить все свои речевые ошибки, потому что над этим реально надо работать долго. Но, кстати, с этим тоже можно работать. Я могу, ну, как-то тоже со своей логикой, своей логикой поделиться. Я когда пишу сочинения, а я тоже в 11 классе, ну, проходил тот же путь, что и вы, у меня тоже бывали речевые ошибки, но к самому экзамену их не было. И каким образом это происходило? Я когда формулировала свои мысли, ну, какие-то словосочетания делала, я просто думала, а так вообще говорят? Я тоже задавала себе эти внутренние вопросы. Так говорят, это нормально? Типа так сказать. Вот. Если я не уверена, я переформулировала. Мне эти внутренние вопросы помогали. Тоже это, наверное, не самый универсальный совет, который здесь можно дать, но, честно говоря, просто вот этот диалог с собой, если вы его будете вести, то вы сможете уже многое избежать, многих ошибок. Я точно как бы отвечаю на поставленный вопрос. Вот так, как я сформулировал, это есть в тексте, это точно там было как факт. То, что я сказал сейчас, вот это словосочетание, так люди вообще разговаривают, такое, где-то я видел или что? Если нет, то, скорее всего, не надо так писать. Если вы пишете какой-нибудь тезис во-вторых и дальше прописываете какое-то предложение, вы должны посмотреть на свое главное утверждение в сочинении, во вступлении и посмотреть, это вообще, ну, как бы по логике связано между собой или нет. Вот, научившись задавать себе эти внутренние вопросы, вы сможете улучшать свой результат. Вот, действительно прокачиваться. Таким образом, ребятки, таким образом. Кстати, хочу пригласить тебя на нашу онлайн-трансляцию 13 мая, где мы разберем, что делать за две недели до экзамена. Это очень злободневная тема, поэтому обязательно подключайся, я еще поделюсь с тобой подробным чек-листом, который поможет тебе в эти последние дни перед таким важным днем. Ну что, ребятки, я с вами прощаюсь. Спасибо большое за просмотр этого видео. Ставьте лайки, пишите комментарии, если это было страшно полезно. Любые свои эмоции выливайте туда, и я готова вас поддержать. Ну а мы с вами увидимся в следующих видео. Пока-пока! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok